Добро пожаловать на борт USS Scott в Кливленде, Огайо. Это одна из 77 построенных подводных лодок типа «ГАТО». Историю подводного флота Соединённых Штатов принято вести с подлодки «Холланд», которая вошла в состав ВМС в 1900 году. Газеты в то время писали о ней как о совершенном оружии, благодаря которому флот может добиться решающего превосходства в морских сражениях. Успешные действия германских подводных лодок в Первую мировую продемонстрировали высокую эффективность субмарин и в корне изменили войну на море. После войны Соединённые Штаты, опираясь на европейский опыт, стали проектировать и строить подводные лодки для действий в Атлантическом океане. Однако в 30-е годы США беспокоило усиление геополитического напряжения в другой части земного шара. Крейсерские подводные лодки были разработаны в 1930-х годах в основном для борьбы с японской угрозой в Тихом океане. До атомной эпохи подлодки были, по сути, надводными кораблями, которые могли ненадолго погружаться и перемещаться под водой на небольшие расстояния. Такие лодки находились на поверхности более 95% времени. В начале войны американские подлодки погружались очень медленно, но со временем, когда экипаж набирал достаточно опыта, крейсерская подлодка могла полностью погрузиться за 35 секунд. Все вниз! Погружение! Погружение! Ревун подаёт два сигнала. Сигнальщики прыгают вниз через люки и занимают позиции здесь, в центральном посту на носовых и кормовых рулях. Гидравлические привода открывают клапаны в верхней части балластных цистерн, и лодка получает дифферент 7 или 8 градусов на нос. Воздух уходит, цистерна заполняется водой через шпигаты в нижней части корпуса, и мы уходим под воду. Тактико-технические характеристики подводной лодки «Кот». Длина чуть более 95 метров. Ширина — 8,3 метра. Осадка средняя — 5,3 метра. Водоизмещение подводное — 2424 тонны. По конструктивному исполнению лодка относится к двухкорпусному типу, за исключением кормовой оконечности, которая имеет однокорпусную конструкцию. Максимальный диаметр прочного корпуса — почти 5 метров. Лодка разделена на 8 отсеков. Первый — носовой торпедный отсек. Второй — носовой аккумуляторный отсек. Третий — отсек центрального поста. Над ним располагается боевая рубка. Четвёртый — кормовой аккумуляторный отсек. Пятый — шестой — машинные отсеки. Седьмой — электромеханический отсек. Восьмой — кормовой торпедный отсек. Тип «ГАТО» — последний из так называемых лодок с тонким корпусом. Наш прочный корпус — малоуглеродистая сталь толщиной примерно 14,5 миллиметров. В качестве первичного источника энергии на «Коте» использовались четыре дизельных двигателя «Дженерал Моторс» общей мощностью 6400 лошадиных сил. Американские подлодки времён Второй мировой войны были очень шумными. Дизели не зря называли камни-дробилками. На поверхности они ужасно грохотали. Но как только подводная лодка погружается и переключается на электродвигатели, она становится невероятно тихой. Для движения лодка использовала четыре грибных электродвигателя «Дженерал Электрик» суммарной мощностью 2740 лошадиных сил. В надводном положении электромоторы получали питание от дизель-генераторов, а в подводном — от двух групп аккумуляторных батарей по 126 элементов в каждой. Зарядка аккумуляторов производилась теми же дизель-генераторами в надводном положении. Максимальная скорость хода. В надводном положении — 21 узел, в подводном — 9 узлов. Дальность плавания в надводном положении — 11 000 миль 10-ти узловым ходом. Автономность плавания — 75 суток. Глубина погружения рабочая — 90 метров. Но можно уйти глубже. Командир подводной лодки «Барб» Юджин Флаки рассказывал, что он просил моряков в носовом отсеке сообщать ему, когда начнёт вдавливать листы палубного настила. Он подсчитал, что корпус лодки будет достаточно прочным на сжатие обшивки вплоть до глубины 155 метров. Не все командиры были столь уверены в качестве постройки лодок, как он. Я считаю, что все подводники — герои, но героями среди героев являются подводники, которые шли в бой на таких лодках с тонким корпусом. Обитаемость первой американской подлодки «Холланд», экипаж которой насчитывал 6 человек, была ужасной. На ранних субмаринах вероятность погибнуть от отравления ядовитыми газами, выделяемыми аккумуляторными батареями или детонацией боезапаса, была не меньше, чем от атаки вражеского корабля. Поэтому в ходе развития подводного кораблестроения созданию приемлемых условий для жизни и работы экипажа подводных лодок уделялось особое внимание. Но ровно до тех пор, пока это не начинает оказывать негативное влияние на боевые характеристики субмарины, которые, в свою очередь, были продиктованы её предназначением. Подводные лодки класса «Гата» разрабатывались для продолжительных походов в Тихом океане, и конструкторы старались обеспечить экипажу максимальный комфорт. Мы находимся в кормовом аккумуляторном отсеке. Американские подлодки были довольно роскошными по сравнению с лодками других флотов, к примеру, японскими или немецкими. У нас было огромное преимущество в виде системы кондиционирования воздуха на борту. Но не подумайте, что здесь было прохладно. Кондиционер был в основном нужен для защиты электронного оборудования. В оставшейся части отсека ребята собирались для общения и отдыха. Здесь они ели, учились, в общем, просто проводили время. Ведь на лодке больше и не было особо места для досуга. Нередко здесь также показывали фильмы. Тут было довольно тесно. Места хватало только для 24 человек. Так что с экипажем в 97 человек им приходилось довольно активно сменяться. Изначально каждый моряк на Коде имел индивидуальное спальное место. Но с увеличением численности экипажа, связанного с установкой нового оборудования и вооружения, на подлодке были устроены дополнительные спальные места над стеллажами запасных торпед в носовом и кормовом торпедных отсеках. На войне бывают странные и забавные истории. Второй командир Кода, Кэдди Аткинс, был очень выдающимся и целеустремлённым командиром. Он отчаянно стремился, чтобы Код затопило как можно больше кораблей. И чтобы всегда быть готовым к действию, он попросил экипаж положить матрас в боевую рубку рядом с перископами. Командир ложился спать прямо там, чтобы ночью, столкнувшись с японскими судами, он мог немедленно встать на свой пост и руководить атакой. Однажды ночью, пока командир спал, был обнаружен конвой из трёх кораблей. Аткинс тут же встал и начал командовать атакой. И пока он определял расстояние и направление через перископ, остальные члены команды в рубке заметили, что он там совсем голый. А так как дело было в тропиках, даже при наличии кондиционера, никому особо прохладнее не становилось. Поэтому он решил в тот раз спать без одежды. Кто-то сказал, что неплохо было бы предложить командиру что-то надеть. Так что моряки отправили стюарда, который принёс ему полосатую пижаму. Аткинс, не отрываясь от перископа, натянул пижамные штаны, а затем надел и застегнул рубаху, чтобы топить корабли при полном параде. Ну, тогда об этом никто не вспоминал. Вплоть до 1998 года, когда команда Кода собралась на свою первую встречу сослуживцев здесь, в Кливленде. На банкете присутствовал командир Аткинс, и команда вручила ему совершенно новую полосатую пижаму. Жёны матросов недоумённо переглядывались, не понимая, почему вдруг экипаж дарит своему командиру полосатую пижаму, и почему всем так от этого смешно, пока им всё не было. Так что и сегодня, если вы остановитесь на Коде у каюты командира и заглянете внутрь, на его кровати будет лежать полосатая пижама, готовая к следующей атаке. Мы находимся в первом машинном отсеке. За мной вы можете видеть опреснительные установки, каждая способна выдавать до 3000 литров пресной воды в день. В этом помещении было очень жарко. Температура здесь могла достигать 50 градусов Цельсия, поэтому матросы сушили здесь одежду. Эти двигатели не вращают винты, они вращают генераторы. Шум здесь был невероятный, разговаривать было невозможно. Поэтому, чтобы управлять машинным отделением, использовались жесты, световые сигналы и звонки. Когда противник искал лодку гидроакустическими средствами, все затихали, глушилось всё, оборудование, которое не было нужно, отключались вентиляторы, даже рулевой двигатель создавал шум, поэтому команда переходила на ручное управление. Так вот, без усилителя штурвал вращали трое. По одному. 10 или 12 оборотов, и всё. Сил нет, второй на смену, потом третий. А когда его пора менять, первый должен был успеть отдышаться и быть готов снова взяться за руль. Так что усилитель руля — дело хорошее, если только не нужна абсолютная тишина. Главное преимущество подводной лодки перед другими кораблями — её скрытность. Из-за этого поначалу использование их в морской войне вызывало неоднозначную реакцию. Некоторые считали, что субмарина — это оружие труса, который честному открытому бою предпочитает подлые удары из-под тишка. Тем не менее, субмарины были слишком эффективным и грозным оружием, чтобы отказываться от его применения. Основное наступательное вооружение Кода было представлено 10-ю 533-мм торпедными аппаратами. Шесть из них располагались в носовом отсеке и четыре — в кормовом. Боезапас составлял 24 торпеды. На вооружении Кода в разное время состояли парогазовые торпеды Марк-14 с контактным и магнитным взрывателями, электрические торпеды Марк-18, парогазовые торпеды Марк-23. Перед нами торпеда Марк-14. В хвостовой части имеются винты противоположного вращения, четыре руля глубины и направления. Всё это контролируется гироскопом здесь, хвостовой части торпеды. Впереди у нас двигатель. Здесь смешиваются спирт, вода и воздух для создания пара, который разгоняет эту штуку до 31 узла под водой. За ним воздушный баллон с давлением воздуха 204 атмосферы. И впереди главная часть торпеды — боевое отделение с 340 килограммами взрывчатки. В начале войны, когда торпеды оснащались магнитным взрывателем, они были очень неэффективны. У американской торпеды Марк-14 есть секретный магнитный взрыватель, который, к сожалению, мы недостаточно тщательно испытали. Так что торпеда входила в магнитное поле вражеского корабля и взрывалась слишком рано. Флоту потребовалось около двух лет, чтобы признать, что проблема была в торпедах, а затем выявить её и исправить. В итоге из этой торпеды сделали довольно хорошее оружие. В отличие от современных подлодок с досылателем, на подводной лодке Второй мировой всё делалось с помощью мышечной силы и талий — 1400 килограммов. Зарядить второй аппарат. Еще одной неприятной особенностью Марк-14 как парогазовой торпеды было то, что парогазовая смесь, приводящая в движение турбину, выбрасывалась наружу, и торпеда при движении оставляла за собой хвост из пузырьков. Когда стало понятно, что след от пузырьков — это тактический недостаток, и я имею в виду, что враг мог вычислить положение подводной лодки по следу пузырьков от торпед, мы приняли на вооружение электрическую торпеду Марк-18, по сути, копию немецкой электрической торпеды. Но эта торпеда была очень опасной. Мы были в северной части Формозского пролива. Очень напряженный был поход. Мы выпустили шесть из восьми кормовых торпед. У нас осталось две электрические торпеды. Тот, кто проводил штатную зарядку батареи, недостаточно внимательно проходил обучение. И в итоге допустил скопление газообразного водорода в корпусе торпеды. Под конец зарядки произошёл взрыв, из-за чего две торпедные аккумуляторные батареи вспыхнули, как сигнальные ракеты. Экипажа удалось погасить одну из горящих торпед, но кормовое торпедное отделение заполнилось густым чёрным дымом. Морякам пришлось покинуть отсек, потому что их пожарные маски начали забиваться тяжёлыми частицами от горящих корпусов торпедных аккумуляторов. В это время командир послал двух человек на палубу, чтобы открыть люки в торпедный отсек и провентилировать его от густого чёрного дыма. Но моряков смыло с палубы волной, и это всё ночью. Тем временем в отсек вернулась группа членов экипажа в автономных дыхательных аппаратах. Их задача — взарядить торпеду в аппарат. При этом они полностью в чёрном дыму, ничего не видят, делают всё на ощупь, и понимают, что взрывчатка в боевом отделении уже начала плавиться. За несколько секунд до детонации боевого отделения они смогли зарядить аппарат и выпустить торпеду. Морская вода, конечно, потушила огонь, но ещё несколько секунд, и они, вероятно, потеряли бы подлодку. В то же время у тех подводников, которых смыло с палубы, свои проблемы. Один из них не умеет плавать. И, конечно, пока экипаж спасает лодку, командир приказывает всем, кто не на вахте, подняться наверх с фонарями и искать людей за бортом. И тут все, кто на палубе, понимают, что лодка светится, как новогодняя ёлка. И, конечно, через несколько минут на радаре появляется самолёт, идущий прямо на нас. К счастью, это оказался американский самолёт, но командир связался с пилотом всего за несколько секунд до того, как тот собирался сбросить на нас бомбу. Так что лодка чуть было не погибла во второй раз за 15-20 минут. Итак, проходит 7 часов этого бедствия, и пора погружаться, но тут мы видим одного из наших моряков. Вытаскиваем его на борт, а он нам рассказывает, что его товарищ не мог больше держаться. Они были 7 часов в воде, и он утонул. Так мы потеряли одного из членов нашей команды. Но это жизнь на подводной лодке во время Второй мировой войны. Несколько недель скуки, которые прерываются мгновениями чистого ужаса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова